Друзья, вы верите в знаки судьбы? Я как верующий человек не просто верю в знаки судьбы, но верю в божественное предзнаменование. Досмотрите это видео до конца и расскажите, поменялось ли ваше мнение по этому поводу. Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шашечной игры. Сегодня мы с вами рассмотрим две интереснейших партии. Партии сыграны Никитой Славяновым и Алексеем Куницей и также партию Лациса Муралеева и Яниса Сафина. В обеих партиях выпал следующий дебют. СБ4, АЖ5, ЖФ4. Черный уходит на бортик и белый играет ФЖ5. Черный играет ФЕ5, ну и белый уходит также на бортик. В обеих партиях черные напали на шашку и в обеих партиях белые разменялись вот таким образом. Далее последовало АБ2. Ну здесь пошла перестановка ходов, но в обеих партиях все свело в следующие позиции. АЖ7, БЦ3, АБ6, АБ4, ЖФ6, ЕД4. И в партии Никиты Славянова и Алексея Куницы Алексей сыграл БА7. Никита ушел на бортик и далее Алексей точно сыграл ДЦ5. Очень сильный ход. В партии Никита сыграл ДЕ3, но более точно играет ФЕ3. То есть после размена черные меняются. Белые играют ЖФ4 и грозят подорвать пункт Ж5, поэтому надо размениваться. Назад бить нельзя. Белые играют ЕД4. Ну и после ЕФ4 и ЕД2 грозят выиграть шашку, а закрыться нельзя, так как подрывается пункт Ф6. Поэтому черные бьют только вперед. Ну и возникает очень известная позиция ЦБ2. И черным тут можно и ЦБ4 сыграть, и после нападения отдать именно ЕФ4, так как ЦД4 проигрывает. Зажимается правый фланг. Ну и здесь можно вот таким перебоем разменяться. И после нападения жертвуем шашку и играем ФЕ5. После хода Ж5 черные играют ХЖ3. Ну и здесь белым еще надо постараться, чтобы сделать ничью. То есть наиболее простая ничья все-таки вот это вот ДЕ3. Черные отдают одну шашку и забирают 4. Но тут все форсировано, заканчивается. То есть если вы знаете этот вариант, никогда не проиграйте. АЖ7, ЕД4. Ставим дамку, надо отходить. Играем на Ц3. Ну вот чисто компьютерная ничья. И черным просто некуда ходить, чтобы играть на победу. То есть на так мы нападаем и снова нападаем. А если ЖН2, играем на Е1. Ну черным надо что-то жертвовать и партия заканчивается ничьей. Никита же в этой позиции сыграл, я считаю, не точно до Е3. Ну и после вот такого размена Никита еще раз ошибся. То есть он сыграл ЖФ4 и этот ход проигрывает. На самом деле к ничьей ведет только ЕД2. Теперь черным надо размениваться. Ну естественно бьем назад, вперед проигрывает. Ну вперед проигрывает из-за такого простого размена. Ну и у черных плохо. Поэтому бьем только назад. Ну и теперь форсировано встает следующий вариант. СБ4, АБ6, СБ2. Надо нападать именно БЦ5. Белые закрываются. Ну и после ЕД4 играем БА5. Ну и тут есть две ничьи. Либо ФЕ5, либо ДЕ5. ДЕ5, наверное, поточнее. Нападаем, надо закрываться. И играем на Ж5. Черные жертвуют шашку. И играют ЕД4. Ну и белым надо размениваться вот таким образом. Ну и как бы тут черные не били, партия заканчивается ничьей. То есть если черные бьют в эту сторону, белые играют АБ6. Надо бить только сюда. Теперь бьем сюда, сюда и сюда. АЖ3 играть надо. Ну и тут лучше всего разменяться вперед. После ЖЖ2 играем ЕД4. То есть не даем поставить дамку. Надо размениваться. Ну и здесь ничья. Ну черные могут более сильно побить в эту сторону. И сыграть ФЕ5. Здесь надо играть ЖЖ2. И жертвовать шашку. То есть у белых была лишняя шашка. Сейчас уже у черных. Видите, как изменяется позиция. Ну и в этой позиции после... Наверное, проще всего скинуть шашку сразу же ЕД4. А вот если играть ЕФ4, то здесь еще возможны приключения. ЕФ2. Несмотря на то, что у черных лишняя шашка, ничей ведет лишь ход ФЕ5. Остальные ходы проигрывают. То есть ФЕ5, ФЕ3. Снова единственный ход. ФЕ3. Играем ЖФ4. И ничей ведет лишь вот такой вариант. АБ6. Ставим дамку. Пошли сюда. Играем на С1. ФЕ7, АЖ3, ЕД6, ЕФ4, ДЦ5, ФЖ5. Ну и здесь уже ничья становится очевидной. То есть, естественно, в эту сторону не отдаем. Так как здесь черные попадают на распутье. Куда не пойдешь, как говорится, проиграешь. А если отдавать в эту сторону, то партия заканчивается ничьей. То есть, мы выяснили, после хода ЕД2 была ничья. А вот после хода ЖФ4, как сыграл Никита, здесь ничьей нет. Черная игра от БА5. Ну, естественно, бьем сюда. И здесь Алексей Куница ошибся. То есть, Алексей сыграл ЦБ4. Но здесь был очень красивый выигрыш. Надо было пойти ФЖ5. Побили. Бьем вперед. То есть, черные грозят отдать одну шашку. Затем вторую. Ну, и после размена побить в дамке. И легко выиграть. Поэтому белым надо играть ЦД4. Ну, тогда черные размениваются назад. Ну, и здесь возможен следующий вариант. ЦБ2. ЦБ6. БЦ3. И черные. Кажется, что нет выигрыша. На самом деле, здесь очень красивый выигрыш. Черные играют неожиданно ФЕ5. То есть, следующим ходом черные побьют одну шашку. А белые две. То есть, черные останутся без шашки. Но, на самом деле, только здесь выигрыш. То есть, после ЦБ4 вынужденного. Черные действительно остаются без шашки. Но они тут же ее отыгрывают. Ну, и как бы белые здесь не играли. Везде у черных выигрыш. Можете убедиться в этом сами. Алексей же в партии ошибся. То есть, к выигрышу вел только вот этот вариант. А после ЦБ4 уже выигрыша нет. После размена Алексей играет ФЖ5. Ну, и белым надо играть ДЕ5. ДЦ5. Ну, и здесь вел ничей и вот такой ход. Но Никита Славянов устремился к знакомой ему позиции, похоже. Сыграл ЕФ6. Ну, и после ЦБ4 белые проходят дамки. Черные также проходят дамки. Но белые здесь все-таки могут достичь ничьей. Несмотря на то, что у них не хватает одной шашки. Например, БЦ3. ЖН2. Занимаем большую дорогу. Черные переводят дамку назад. Белые разменивают шашку. Ну, и это окончание, оно все-таки ничейное. Тут есть кое-какие ловушки, но выиграть тут не удается. И партия закончилась ничьей. В партии же Лациса Муралиева, узбекского мастера, против мастера Яниса Сафина из Башкортостана. Здесь Янис сыграл не ДЦ5, а разменялся. Я считаю, что это более неточный ход. ДЦ5 был сильнее. И здесь Лацис Муралиев также сыграл неточно. То есть он пошел ДЦ3, и черные получили большое преимущество. А на самом деле сильнейший ход здесь жертва и ход ДЦ3. Данная позиция не нова. Она известна из книги Геннадия Хацкевича, 25 уроков шашечной игры, 89 страница, партия Валерия Евгеньевича Сафронова, московского мастера, недавно ушедшего в лучший мир, против мастера Семенова. Ну и далее в партии последовало СБ4, СД4, черная игра от ЖН2 и СБ6. Белая игра от СБ2. Ну и здесь черным надо было играть ДЦ5 с равной игрой. А черные ошиблись. То есть они сыграли БА5, и Валерий Евгеньевич здесь провел красивую комбинацию ДЦ5, ФЖ3, и белые попадают на преддамочное поле. Далее в партии последовало АБ4, белые поставили дамку. Черные играют ДЦ7, белые играют АЖ7. Черные напали, белые отошли. Черные сыграли СБ6, белые напали, черные отошли на фланг, белые сыграли дамкой на поле Е5. Ну и черные в этой позиции сдались. А на самом деле ничья здесь все-таки была у черных. То есть надо было пожертвовать шашку, затем вторую, и черные прорываются в дамки. Белые играют дамкой на поле Е5, надо ставить дамку именно на А1. Уходим. Ну, после ФЕ7 надо играть АЖ7. Черные играют ЕД6. Ну и после АБ6 черные разменивают шашку, и белые не могут выиграть эту позицию. Все-таки ничья была. То есть, в принципе, у белых здесь в этой позиции есть инициатива после хода ЖФ4. А после хода до Е3, как сыграл узбекский шашист, черные разменялись. Надо бить на поле С3. ЕД6, ЕД2, ДЦ5, ДЦ3. Ну и после СД6 здесь узбекский игрок снова ошибся. То есть здесь была очень красивая ловушка. Ну или, по крайней мере, переход в очень сложный эншпиль после ЕФ4. А после хода ЕД4, как было в партии, тут все очень быстро заканчивается. ДЦ7, надо меняться. Ну и здесь оппозиция 4 на 4. Можно сдаться. А самые красоты были после ЕФ4. То есть эти варианты я нашел с помощью компьютерной программы Тоша. Если черные делают, ну вот такой обычный, как бы, напрашивающийся ход ДЦ7, то черные здесь не могут выиграть. Как ни странно, белые нападают, надо закрываться. Белые жертвуют шашку. И ставят вот такую неожиданную присоску. И получается очень красивая позиция. То есть бить надо именно на поле С3. Остальные взятия проигрывают даже за черных. Белые отдают одну шашку. Затем еще одну. И проходят в дамки. Затем проводят еще одну шашку в дамки. Ну и партия заканчивается ничьей. То есть в этой позиции черным надо было играть ФЕ7. Только этот ход ведет к победе. Если теперь ФЖ5, то снова надо играть только ЦБ4. То есть ДЦ7 снова будет эта комбинация. Так играть нельзя. Надо играть только ЦБ4. Ну и здесь возможны также красивые варианты. Если белые играют АБ6, мы бьем. Надо идти в дамки. И черные ставят дамку на поле С1. Надо ставить дамку. Ну и черные здесь играют ДЦ7. То есть видите, дамкой пойти нельзя, так как она будет тут же поймана. Белые выжидают ГХ2. И черные играют СД2. То есть в чем тут суть, друзья? Обратите внимание. Если белые играют дамкой на А7, то здесь единственный выигрыш за черных. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти выигрыш за черных. Черные неожиданно жертвуют дамку. Надо бить. Ну и после хода ДЦ5, черные прорываются в дамки и выигрывают этот Н-шпиль. Если же белые не играют дамкой на А7, а играют ФЕ3, то к победе ведет только одно взятие. Неожиданное опять же. То есть остальные взятия ведут лишь ничьей. Надо бить дамкой именно на поле Ф4. Ну и после того, как белые бьют, у черных, обратите внимание, на три лишних шашки больше. И они выигрывают в этом окончании. Если же черные после ФЕ3 били в эту сторону, то белые могли достичь ничьей. Побили. Побили. Ну и видите, нельзя поймать дамку, так как черные побьют три шашки. А после хода ЕФ6 можно пойти и таким образом. То есть выигрыша у черных тут нет. Если же в этой позиции белые не играли АБ6, а скидывали шашку, то здесь все еще проще. АБ6, ЦБ2, БА7. Ставим дамку. Ну и как играть белым? То есть если белые скидывают две шашки и играют АБ8, бьем, надо бить 3, ну и здесь легкий выигрыш после ДЦ7. Куда бы белые не побили, черные выигрывают. Если же белые ставят сразу же дамку, то просто играем БА3, надо бить до конца, бьем, бьем, бьем на АЖ2. Ну и видите, нет хода АЖ7 из-за банального ЕФ6. На этом все. Друзья, первая партия между Никитой Славяновым и Алексеем Куницы попалась мне на глаза 7 января в Рождество. То есть в этот день как раз я увидел позицию, которая возникала из партии Валерия Евгеньевича Сафронова с мастером Семеновым. Ну и сегодня случайно ночью также увидел партию Яниса Сафина и снова могла возникнуть эта позиция. Не знаю, как вы, лично я не верю в совпадения. То есть я понял, что мне надо еще раз вспомянуть московского мастера Валерия Евгеньевича Сафронова, который со мной, так скажем, занимался хорошо, много тоже на юге. Мы с ним играли много раз. Также он показывал много интересных вариантов. Ну и, друзья, я уже сейчас уверен, что Валерий Евгеньевич все-таки попал именно в рай, а не в ад, потому что я не верю в совпадения. Пишите ваши комментарии, задавайте вопросы, если вам что-либо не ясно. Ну, мне, друзья, интересно ваше мнение. Как вы считаете, это была случайность, двойная случайность, или это все-таки неспроста? До свидания, друзья, увидимся на шашечных баталиях.